Блеснуть знаниями липецкие школьники теперь смогут не только на Олимпиадах. Подростки сейчас с пятого класса знают, что такое стартап. Для того, чтобы их идеи не оставались только на бумаге, в Липецке создадут центр для одаренных детей. Профильные смены, интересные встречи, все как в знаменитом сочинском Сириусе, созданном по инициативе Владимира Путина. Липецкий центр расположится на базе школы-интерната номер два. В начале следующего учебного года ставится торжественная презентация этого центра. Мы ни в коем случае не претендуем на то, что мы заберем одаренных и талантливых детей из каждой школы. Скажем так, они будут приезжать сюда в Липецк на две-три недели. И с лучшими преподавателями Липецка области, Москвы, Санкт-Петербурга, которых мы будем сюда присутствовать, они будут углублять и расширять свои знания по тому или иному предмету. Центр одаренных детей с рабочим названием «Ступени» на первом этапе распахнет свои двери для всех желающих. Потом попасть в Дом школьной науки можно будет только пройдя конкурсный отбор. На подведение итогов говорили о том, чего уже удалось добиться. Например, ликвидировать очередность в детские сады для малышей от 3 до 7 лет. А это более 4700 мест. Что касается общего образования, то в 2016 году задача ликвидировать вторую смену в школах. В Липецкой области после обеда учатся 13% детей, жителей Липецка, Грязи и нескольких сельских поселений. В этом году мы также уже подтвердили готовность Липецкой области об участии в этом большом федеральном проекте. Потому что до 2025 года Российская Федерация планирует потратить с учетом федеральных и региональных бюджетов более 3 триллионов рублей на решение проблем, связанных со второй сменой. Уход от второй смены требуют федеральные стандарты, ведь теперь курс не только на обучение, а на полноценное развитие личности ребенка, которое невозможно без дополнительного образования. В приоритете остается и спорт. Продолжится ремонт 18 спортивных залов в селах. На эти цели с федерального бюджета уже выделены 15 миллионов рублей. У нас нет ветхих аварийных зданий. У нас сегодня все школы оснащены бесплатными учебниками. У нас везде есть компьютерные классы. У нас модернизируется спортивная инфраструктура в каждой школе. Работать с поколением, которое уже воспитывается в непривычной для людей 20 века цифровой культуре, педагогам помогают специальные курсы. Такое переобучение по новым федеральным стандартам за последние три года прошли 5,5 тысяч учителей. Придать новый импульс привычному образованию может и замена обычного учебника и тетради планшетом. Но пока такой шаг в Министерстве Российской Федерации делать не готовы. Елена Логинова, Валерий Фаустов, Липецкое время.